Глава региона Юрий Бездудный подвел итоги участия представителей НИИНского автономного округа в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Здесь, на площадках одного из главных экономических событий года, губернатор провел ряд деловых встреч, которые имеют важное значение для социально-экономического развития региона. В частности, в рамках работы экономического форума в Санкт-Петербурге глава региона обсудил развитие связи на территории округа с президентом акционерного общества Ростелеком Михаилом Осиевским и представителем дочерней структуры Артелекома. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве, основной целью которого станет доступность телекоммуникационных сервисов для жителей региона. Мы договорились и со одной, и с другой компанией, но прежде всего с компанией Артелеком, о том, что она будет нашим партнером в реализации этого проекта. И уже в самое ближайшее время сюда прилетит большая делегация компании для того, чтобы мы перешли уже к конкретной реализации их партнерства. В рамках экономического форума губернатор Ненецкого автономного округа провел переговоры с генеральным директором акционерного общества Сбербанка Лизинг Вячеславом Спировым и председателем Северо-Западного банка Сбербанка России Виктором Алонсом. В ходе рабочей встречи стороны обсудили участие Сбербанка в таких проектах, как телемедицина, образование и безопасный город. Кроме того, речь шла о возможности приобретения коммунальной и пассажирской техники в Лизинг. Сбербанк наш надежный партнер и мы ищем какие-то модели, удобные прежде всего для нашего округа, для того, чтобы минимизировать наши расходы, когда мы покупаем новую технику, когда мы покупаем вертолеты. И вот очень важно, что Сбербанк идет нам навстречу не только в этих вопросах, но и в самых разных. У нас есть предприятия, которые хотели бы кредитоваться у Сбербанка, кто бы хотел получать лизинг у Сбербанка. И наши партнеры подтвердили готовность и в дальнейшем активно помогать нашему округу. В ходе экономического форума состоялась рабочая встреча главы региона с президентом компании «Лукоил» Вагитом Олегперовым. Стороны обсудили социально-экономическое партнерство в 2021 году. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве. Соглашение предполагает, что в этом году компания будет помогать в реализации социально значимых проектов. Я хотел бы отдельно подчеркнуть, что тот проект, который в прошлом году в силу пандемии не реализован был, это «Красный чум». Вот как раз в рамках этого соглашения компания будет полностью финансировать все, что связано с медицинским обследованием кочующих в тундре и медицинской помощью. Также с соглашением предусмотрено финансирование образовательных программ в округе, таких как «Яндекс.Лицей» и «Волтскилз», спортивного праздника «Бурандэ» и других мероприятий. В рамках работы экономического форума в Санкт-Петербурге «Газпромом» было принято решение о передаче совместному с компанией «Лукойл» предприятию лицензии на освоение Лаевожского и Войневийского нефтегазоконденсатных месторождений. Для экономики Ненецкого округа этот совместный проект имеет очень важное значение. В его реализации будет задействовано более тысячи человек. Мы много говорим сейчас о двух проектах крупных. Это проект «Газпром Лукойл». Подтвердили оба участника этого проекта, что он двигается. Напомню, что компания, совместное предприятие уже зарегистрировано в нашем округе. Подчеркиваю, в нашем округе. Не в Москве, не в Петербурге, а именно в городе Наринмаре. СП зарегистрировано. И вот как раз в дни экономического форума Алексей Борисович Милер принял решение и лицензия от «Газпрома» уже передается этому совместному предприятию. Еще один крупный проект, который будет реализован на территории региона, крупнейшей в России компанией по производству метанола. Группа «Русхим» готова инвестировать более 200 миллиардов рублей в проект строительства газохимического комплекса глубокой переработки природного газа в метанол. Цырьем для производства метанола станет природный газ Кумжинского и Коровинского газоконтенсатных месторождений. На полях форума было подписано соглашение между группой компании «Русхим» и французской компанией крупной, которая занимается изготовлением технологического оборудования для завода метанола. По итогам подписания приступают к проектированию большого объекта, серьезного объекта, который будет производить из газа метанол. Юрий Бездудный отметил, что Международный экономический форум в Санкт-Петербурге – это не бизнес-политическая тусовка. На самом деле это одно из самых главных экономических событий в России, дающих возможность проводить рабочие встречи, переговоры, подписывать соглашение, которое в свою очередь придает импульс развитию субъектов страны в целом. Все те проекты, о которых мы много говорим нашим жителям, они все получили по итогам этого форума такой определенный толчок в развитии. Ольга Русул, Евгений Тимофеев, Алексей Орлов, Телеканал Север.